Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня депутат партии КПРФ, который носит звание самого громкого депутата России, так негласно, блогер Николай Бондаренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Ждем ваших звонков, ваших комментариев. Принимайте участие в нашей программе. Недавно вы на своем ютуб-канале «Деньги депутата» заявили о том, что можете лишиться права выкладывать на ютуб свои ролики, в которых вы в большей степени, наверное, целенаправленно критикуете власть. Расскажите, какова причина этого? Ну, собственно, на одном из заседаний в нашем парламенте рассматривался вопрос о том, что необходимо принять закон, по которому депутаты, работающие на непостоянной основе, то есть депутаты, которые работают без зарплаты, они будут лишены права получать, значит, выплаты за публикации. Причем, что такое публикации не раскрывается, по сути, это делается для того, чтобы депутаты, ну, собственно, не вели свои блоги, потому что мы знаем, что ютуб-канал, значит, и сама корпорация, ютуб-гугл, монетизирует эту деятельность, а именно поставщикам контента, тем, кто снимает ролики, ведут свои каналы, часть от рекламы, собственно, она оплачивает, ну, как, скажем так, дополнительный стимул для того, чтобы были более активны, что ли. Ну, вот, собственно, я свой ютуб-канал, собственно, как и вы свой, ведем давно, да, и, собственно, знаем, что такое оплата за рекламу. Теперь по новому закону, который Единая Россия предлагает, эта деятельность будет считаться коррупционной. То есть я, как депутат, которого власть лишила возможности получить зарплату под формулировкой, что ты слишком много критикуешь власть, да, вот, был бы позговорчивее, мы бы пересмотрели этот вопрос. Вот, фактически, собственно, пытается таким образом дополнительно бороться, вот, либо ты закрываешь ютуб-канал, вот, либо, собственно, ну, или в данном случае не начинаешь эту деятельность, вот, либо будешь подвергнут уголовной ответственности и, как следствие, решение мандата. Конечно, это делается не только ради меня, да, так правильно говорить, это делается против такого стихийного, стихийной волны, когда депутаты из различных регионов перенимают положительный опыт и пытаются освещать ту деятельность, которая, собственно, у них там в парламентах идет, борьбу, которая там кипит. Вот, и попутно, да, почему бы, почему бы и нет, раз ютуб это делает, значит, без каких-либо, скажем так, дополнительных трудностей, почему бы не использовать эти деньги, опять же, для нашей борьбы. Вот, учитывая, что, еще раз говорить, идет от депутатов, которые работают на непостоянной основе, то есть, Единая Россия, как вы понимаете, страдает здесь меньше, меньше всего, вот. Ну, и, собственно, вопрос не в том даже, что это, скажем так, так по-хорошему, отключи монетизацию, доработай дальше, вопрос в том, что действие уже совершено, да, блогеры, депутаты, мои товарищи по всей стране, да, у тех или иных разных ютуб-каналов их, которые ведут, да, эти операции уже проходили, помимо этого, закон включает в себя такую норму, что депутат, работающий на непостоянной основе, не может получать знаки отличия, я тоже особо не прописываю эту позицию, то есть, вот мы, условно говоря, в прошлом году получали кнопку ютуб-канала, да, на 100 тысяч подписчиков, сейчас вот у нас придет уже за миллион подписчиков, я думаю, на следующей неделе, то есть, этот шаг с нашей стороны, принятие этого, этой кнопки будет проявление коррупции. То есть, получается, что любой депутат в России, который ведет свой блог в ютубе, сразу, автоматически, если закон будет принят, становится коррупционером. Да, да. И какие дальше последствия? Это делается не для того, чтобы улучшить жизнь граждан. Очевидно, Государственная Дума, которая может принять абсолютно любое решение, да, полномочия безграничны, собственно, не, в данном случае не регулирует какие-то отношения, которые улучшат нашу с вами жизнь. Это делается для того, чтобы надавить и каким-то образом ущипнуть, что ли, да, запугать тех, кто для них представляет опасность. А что они боятся сегодня больше всего? Они боятся общественной огласки. Большие деньги любят тишину, а в их случае это миллиарды и триллионы рублей, поэтому чем тише этот процесс будет происходить, тем меньше для них будут угрозы. Самое примечательное в этом случае, что депутаты, которые работают на постоянной основе, ну, то есть, те, которые получают зарплату как депутаты, им можно ввести свои ютуб-каналы и получать от этого, значит, деньги. Но есть возможность вам стать депутатом, который также будет получать зарплату как депутат официально, и тем самым вот обойти эту систему? Или же как вы планируете? Ну да, возможность такая есть, но, знаете, как говорят, выбор есть, но он не всегда устраивает, да. Собственно, Единая Россия мне говорит о том, что если ты прекратишь ругать, прекратишь кричать, будешь голосовать, как мы скажем, в этом случае вопросов нет, пересмотрим это решение, будешь депутатом на постоянной основе. У нас в Саратовской области депутаты на постоянной основе получают 120 тысяч рублей, ну, за вычетом налогов там получается 100 с лишним тысяч. Ну, это ведь интересная ситуация, потому что, ну, я с трудом, честно говоря, это представляю, пытаюсь перенести это на латвийскую действительность. То есть вы избраны в законодательный орган, но, тем не менее, вы отличаетесь от других депутатов, вы не получаете зарплату. Вам говорят, что если перестанете критиковать Единую Россию, то, может быть, мы вам и дадим зарплату. Ну, объясните, как это работает, то есть это вообще, там есть хоть какие-то законные обоснования или так просто, можно и так, как говорят. Вадим, закон здесь однозначен, он не дает двусмысленной трактовки. Есть закон о статусе регионального депутата, в частности депутата Саратской областной думы, который прописывает черным по белому, что все депутаты равны в своих правах. То есть если один депутат имеет какие-то привилегии, какие-то права, то все остальные могут требовать и получить те же самые условия. Ну, собственно, вот я вам расскажу, как работает среднестатистический депутат от Единой России. Помимо зарплаты, а это минимум, чтобы вы понимали, к зарплате идут прибавки, идут повышающие коэффициенты за руководство тем или иным комитетом или зампредов Думы или каких-то других там руководящих позиций в каких-нибудь комиссиях. Они получают повышающие коэффициенты и зарплаты там значительно увеличиваются, поверьте мне. Значит, помимо этого, они имеют служебные машины с водителями, которые, собственно, по всему региону в любую минуту их доставят для того, чтобы какие депутатские вопросы были решены. Помимо этого, они имеют ряд социальных дополнительных гарантий. Ну, я не буду все перечислять, но чтобы вам было понятно, ну, например, прибавку к пенсии. Прибавка, как вы понимаете, не в тысячу рублей, она очень и очень значительная. Всего этого меня, как депутата, власть лишила, собственно, делали они это достаточно недвусмысленно. Они пригласили меня и говорят, Николай Николаевич, вы, пожалуйста, подутихните или, собственно, никаких перспектив вам других не видать. Я, как депутат, обращался письменно, я писал жалобы, я пытался этот вопрос муссировать. Но решение о выделении заработной платы тому или иному депутату принимает руководство Думы, которое, собственно, по закону, как там прописано, должно организовать работу самого парламента. Поэтому они говорят, в наших руках вся полнота власти. Да, есть закон, но если вас что-то не устраивает, идите в наши суды с нами судить. Вот такая позиция. Вот недавно одна из ваших коллег от как раз фракции «Единая Россия» назвала вас или сравнила вас с Ольгой Бузовой, ну, видимо, из-за популярности, возможно, в Ютубе, или еще по каким-то причинам, пытаясь, видимо, как-то вас задеть. Насколько вообще ядовито это сообщество депутатов, если мы говорим не об однопартийцах, хотя, может быть, и об однопартийцах, можно так сказать? Анна, слово «ядовитое» — это абсолютно не то сравнение, не тот эпитет. Дело в том, что когда мы с вами в обыденной жизни вступаем с кем-то в конфликты, и нам кажется это такой обыденностью неприятным, тем не менее, но повседневным таким событием, там это гипертрофировано кратно. Напротив вас сидят лучшие представители действующего класса. Их делегировали туда не за красивые улыбки, не за, я не знаю, не за то, что они хорошо поют. Их туда направили, потому что они самые верные, они самые способные, они самые зубастые. Это руководители крупных каких-нибудь бюджетных учреждений, в подчинении которых тысячи людей. Это руководители, собственники миллиардных бизнесов. Это чиновники со стажем, десятилетиями исполнявших свой долг. То есть это очень властные, очень влиятельные люди, известные люди в этих кругах, которые не привыкли, когда им плюют в лицо. Если ты им дашь палец, они вполне откусят всю руку, им этого будет мало. Они не привыкли, когда им грубят и в ответ, конечно, пытаются добиться некого для них, в их мнении, справедливости. Проходит заседание фракции «Единая Россия», обсуждение на закрытых совещаниях в правительстве высших чинов нашего региона, в частности, и не только нашего региона, где обсуждаются планы, что делать. Надо же что-то противопоставить. Коммунисты в данном случае не просто захватили всю информационную повестку, они задают тон. То есть если идет какое-то рядовое, скажем так, техническое, формальное обсуждение, в рамках этого обсуждения навязываются вопросы федерального масштаба, а может быть еще более глобальные. Где, собственно, идут осуждения в адрес президента Путина, идут призывы и требования отставки правительства и, собственно, самого Путина, что, конечно, для них не является допустимой ситуацией. Они пытаются с этим бороться, а это всего лишь одно из очень ограниченных проявлений. Потому что, конечно, когда на меня пишут заявления в правоохранительные органы, они бывают очень-очень часто. Когда мне на заседании парламента угрожают какой-то физической расправой или просто, ну, понимаете, это очень сложно передать, да, вот среднестатистическую рядовую стычку, которая у нас там бывает. Но всем расписываются роли, все читают заранее подготовленные листки. То есть они понимают, что мы спокойно сидеть не будем. Они понимают, что, значит, ну, условно говоря, будет конфликт, который мы будем инициировать. Поэтому всегда у них на каждый момент готовы, разработанные Единой Россией, властью вот эти вот ярлыки о том, что мы тут все олигархи, о том, что мы тут, я не знаю, крышуем какие-нибудь сферы ЖКХ, что мы тут коррупционеры, что нас тут через одного надо всех уже давным-давно посадить, как экстремистов, и все в этом духе. Ну вот про олигархов вы сказали, как раз, если я не ошибаюсь, это московский комсомолец опубликовал, что в марте 2020 года после подачи налоговых деклараций выяснилось, что в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, вы стали богаче в 10 раз. Заработали 2 миллиона 68 тысяч рублей. Да, я делал по этому поводу отдельное видео на своем ютуб-канале «Дневник депутата», и считаю, что этот вопрос должен быть гласный не потому, что кто-то там это обсуждает, а потому что я, собственно, сам выходил с этой инициативой рассказать об этом, потому что считаю себя народным депутатом. А могу называться таковым лишь в том случае, если никаких тайных секретов у меня от людей не будет. Если тебе, как говорится, есть что скрывать, но сразу адекватно возникает недоверие и так далее. Дело в том, что с этого периода у нас активно начал развиваться ютуб-канал, которого до этого времени не было. Он был там в последние месяцы, но он не был монетизирован. И, собственно, накопились большие, на мой взгляд, ресурсы, которые, собственно, ютуб нам дает. Я не могу назвать это своими доходами. В первую очередь потому, что это средство, на которое мы осуществляем деятельность наших интернет-ресурсов. То есть у нас работает команда, у нас работают специалисты. Мы, собственно, занимаемся достаточно серьезной деятельностью, абсолютно разносторонней, не только в рамках региона, в котором я являюсь депутатом, но и в рамках множества других регионов и столицы. Мы на эти средства перемещаемся, тот или иной населенный пункт, регион, уголок страны. Ну, просто потому, что мы считаем, что есть важный вопрос, который требует освещения, общественной огласки. Ну, например, какие-нибудь федеральные митинги в Москве или какая-нибудь ситуация, ну, скажем, ШИИС, Архангельской области, куда мы выезжали, снимали репортажи. Это десятки регионов и городов, которые я посетил за последний год. Ну, собственно, понятно, что это требует каких-то ресурсов, поэтому я очень горд и рад, что мы вполне себе имеем независимые источники этих ресурсов. Нам не нужно идти падать в ноги каким-нибудь бизнесменам, потому что мы не можем существовать, не можем вести свою деятельность активно. У нас вполне себе независимые источники, мы не поступаемся ни совестью, ни честью, ни тем более законом. Поэтому я, как депутат, должен это с точки зрения налогового кодекса показать как свои доходы. Но, как таковыми, конечно, они таковыми не являются. Чего уж говорить, это средства значительно больше. За 2019 год доход порядка 2,5 миллионов, 2,7 или 2,4 миллиона. Это Ютуб вам принес. Сейчас не помню, что в декларации мы, собственно, какая цифра была прописана. Потому что он складывается из разных источников. Есть монетизация, значит, непосредственно самого Ютуб-канала, которая очень и очень значима. Это львиная доля общей суммы. Но помимо этого есть и благотворительная помощь гражданам, так называемые донаты, которые люди отправляют на развитие нашего интернет-ресурса, на стимулирование нашей работы. Поэтому, да, с точки зрения налогового кодекса, действительно, можно сказать, что Бондаренко, как депутат, стал в 10 раз богаче. Но с точки зрения реальной ситуации, это, безусловно, не мой доход, это средство, на которое существует целая команда. Ну и мне кажется, для вас, как для журналистов, это очень близко и понятно. Потому что вы знаете, что такое вести вот эту деятельность. Что нужна масса оборудования, нужны, собственно, специалисты, которые смогут с этим работать, оплатить, следить, чинить, в конце концов. Накладные расходы по переездам, командировкам и так далее. И масса других вещей, которые, собственно, сопряжены с этой деятельностью. У нас звонок есть, радиослушатели на линии. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, мы слушаем вас. Николай, огромное вам спасибо. Наконец-то, так сказать, из регионов хоть один пробился. Все здесь москвичи выступают, так сказать, постоянно. Надоели уже. Огромное вам спасибо. Вопрос такой. Вот, даже пожелание. Вот я вас полностью поддерживаю. Молодец вы. Но мне не нравится, что вы, так сказать, ссоритесь постоянно. Николай Николаевичем Платошкиным, вот Шевченко там тоже, так сказать, полный разброд. Никакого успеха, если такой разброд будет, никогда не будет. Хотелось бы, чтобы вы уделили этому внимание. И второй вопрос. Вот, хотелось бы, чтобы в коммунистической партии пришли новые люди, такие, как вы. В ЦК, например. Что Зюганов награды, почему он получает награду Столыпина. Это ж надо подумать только из рук Путина. И он же нам будет говорить про справедливость. Вот объясните, пожалуйста. Спасибо. Да, вам спасибо огромное за поддержку, за добрые слова. В мой адрес, собственно, это дополнительно стимулирует к тому, чтобы быть еще более активным. Что касается эфиров, вот мы в прошлый раз на эфире, значит, вашей радиостанции, YouTube-канала, не обошлось без пиара Николая Николаевича Платошкина. Но раз заговорили, знаете, как говорят, что может быть хуже раскола. Мнимое единство. В тот момент, когда я призываю оппозиционные силы объединяться, я говорю о оппозиционных силах, которые готовы идти до конца. Я рад бы ошибаться в данном случае. Мне кажется, что время все растает по своим местам. И главное, чтобы те, кто были обмануты, в конечном итоге не ушли из политики, не хлебнули вот этого, как говорится, дерьма. И нашли все силы продолжать борьбу, несмотря на то, что, собственно, есть такое, что-то будет щемить в груди. Когда вы говорите о помощи, о получении из рук президента каких-то, как вы говорите, наград, Николай Николаевич Платошкин тоже получал грамоты почетные от президента Путина. Что-то я не слышу, чтобы он выходил, сжигал на Красную площадь или отказывался. Он в эфире этих же телеканалов, YouTube-каналов сам об этом рассказывает. Есть видео в интернете, найдите их, как говорится, уже не стереть из истории, из ленты цифровой. Поэтому все нужно рассматривать в контексте. Что касается того, чтобы я, как вы говорите, был в руководстве партии, это решать не мне, это решать коммунистам. И справедливости ради, я вам ответственно скажу, я не скромничаю. Для того, чтобы нам с вами бороться, эффективно бороться за будущее нашей страны, трудового народа, не нужно формальных регалий. Мы вполне с вами эффективно, как вы видите на моем примере, можем это делать и из региона, из глубинки, из провинции самой, что есть настоящей. Тут нету собянинской плитки или каких-то, я не знаю, высоких технологий. Здесь жизнь потихоньку умирает, как и во всей другой стране, в каждом регионе нашей страны, за исключением Москвы, ну и, может быть, Питера. Мы, собственно, развиваем интернет-ресурсы. Они будут основой будущего объединения. Они будут основой, которая позволит нам вывести миллионы людей на улицы. И я прилагаю к этому большие усилия. Я надеюсь, что где-то у меня это терпимо где-то получается. Но что касается в целом ваших оценок, я с самого начала, до самого первого дня, вот сколько я занимаюсь политикой и тем более развиваю вот эти интернет-ресурсы, я всегда говорю спасибо, конечно, что вы так оцениваете мою работу. Но не надо в данном случае надеяться на меня. Надейтесь в данном случае на себя. Вы должны понять, что если оппозиция, вот это движение будет обретать четких лидеров, власти гораздо легче будет справиться с таким протестом. Потому что, ну, лидера просто посадят или убьют. Я не боюсь, нет, я боюсь, конечно, но я не из-за этого вас призываю. Я говорю о том, что каждый должен в себе воспитывать сознательность и быть устойчивой, самостоятельной единицей этого процесса, политического протеста. Он должен каждый выступать в роли организатора. И уходить мы с площадей должны лишь тогда, когда, собственно, наши требования будут выполнены, когда власть уйдет в отставку. Путину будет вынесен импичмент или Единая Россия, там правительство полностью будет заменено, будут проведены реформы. Поэтому это очень хорошо, что я согласен с вашей позицией, что кто-то должен это пламя раздуть. Должна быть какая-то искра, и я, наверное, в какой-то степени, может быть, где-то здесь внес положительную лепту. Но, еще раз говорю, нужно идти не за человеком, не за лидером. Идти нужно за идеей. Эта идея должна охватить массы. И в этом случае этот протест будет истинно народным. В этом случае никто не сможет людей обмануть. Где того или иного политика возьмут, да купят. Возьмут, да, значит, приструнят. Найдут на него право. Да разные могут быть варианты. Давайте превентивно исключим причину будущих потенциальных проблем. Чтобы этот протест нельзя было задушить, чтобы его нельзя было купить, обмануть, разочаровать. Мы с вами должны быть движими главной целью и задачей. И каждый должен ее понимать. Это изменить систему, несправедливую систему. Народная власть установит народное правительство. Президент, который будет служить истинным интересам населения. И если эти люди будут обманут, ну просто не справятся или будут куплены, да, запуганы. В этом случае общество вынесет и им такой же вердит и их отправят в отставку. Я из числа политиков, которые не говорят, идите за мной, верьте мне, я вас приведу к светлому будущему. Я говорю, верьте в себя, я помогу, чем смогу. Я буду рядом, если надо, буду впереди. Если нужно взять ответственность на себя, уж точно не побегу. Никогда не пасовал. За 10 лет сколько раз меня сажали, штрафовали, арестовывали. Поэтому спасибо большое за теплые слова. Я считаю, что в будущем именно вот эта сознательная позиция, посыл, который вы сейчас озвучили, она будет причиной очень серьезных перемен. Потому что как бы власть не пыталась обманывать, навязывать ложную позицию, народ просыпается и понимает, что никто, кроме нас, эти проблемы не решит. Ни герой, ни бог, ни царь. Только мы своей рукой, как песня. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Добрый день, Олег. Добрый. У меня такой коротенький вопрос. Коммунистическая идея, конечно, хороша. Но когда вообще-то Ленина похоронил, потому что больно много крови было, понимаете? А идея-то хороша, но крови много. Да, спасибо. Ну, кстати, Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленину, например. Не так давно было открыто. Ну, Владимир Жириновский ответит за это, я думаю, достаточно скоро. И будет отвечать он перед народом, историю которого он унижает и над историей которого он глумится. Что касается темы захоронения Ленина, вы знаете, настолько исполнена эта тема ярлыками, настолько власть ее смогла очернить, ну, или в данном случае поднять на какой-то важный для нее уровень, что это вот сегодня будоражит сознание людей. Нам с вами не об этом нужно думать, не в эти направления вкладывать свои силы. У нас есть проблемы, которые каждый день, собственно, нас с вами делают нищими. Давайте говорить об этом и работать в этом направлении. И историю оставьте. Наша задача нести ее, да, не переписывать, не изменять, не обливать ее грязью, да, и какой-то крови там кому-то лишней приписывать, а нести ее, потому что это наша обязанность. Те, кто не заботится об истории, совершают преступления, да, они будут делать те же ошибки в будущем. Поэтому в данном случае, да, фигура Ленина, она бесспорно велика, да, и это признано не в России, не в Советском Союзе, это признано во всем мире. День рождения Ленина отмечают в более чем 150 странах на разных языках, люди разных вероисповеданий, цветов кожи, все чтят, потому что он символ сегодня. Он символ борьбы угнетенных за свои права, всех поруганных, брошенных, всех, кого ограбили. Это человек, который доказал, что можно прожить всю жизнь, не оставив после себя дворцов, яхты и состояний, что можно работать не для себя, не для семьи, а работать для миллионов людей, которые от тебя этого ждут. Что касается непосредственно темы, раз уж вы об этом заговорили, сегодня вот захоронения подобные, да, мавзолеи, склепы, какие-то подобные предложения, они являются нормой во всем мире. Но чтобы вы понимали, например, основатель речи Посполитой, князь Пилсудский, он похоронен тоже в мавзолее. Но почему не говорят о том, что необходимо его перезахоронить? Ну, например, академик Пирогов, тот, кто анестезию изобрел. Люди, значит, в войнах, значит, в прошлом веке, в начале этого века, ну, точнее, до Великой Октябрьской социалистической революции, в Первой мировой войне и до этого, умирали, им нельзя сделать было операции, потому что организм не выдерживал, просто отказывал, да, человек умирал. Вот этот человек, значит, ученый, изобрел новое направление медицины, дал будущее человечеству на основании вот этих новых нововведений. Ну, он просил, говорит, я, говорит, умру, похороните меня в открытом гробу, чтобы, значит, люди научного склада ума, те, которые пытаются осознать все эти медицинские направления, говорит, могли прийти, и, может быть, я им частично мог бы как-то дополнительно мотивировать, чтобы они имели вот такую возможность. Ну, возьмите, я не знаю, Соединенные Штаты Америки, генерал Грант, один из героев гражданской войны, президент Соединенных Штатов Америки, он похоронен в открытом гробу, похоронен на берегу, и проходящие, проплывающие мимо корабли салютуют, стреляют из бортовых орудий. Вы представляете, это же дикость просто, представляете, выстрелы из бортового орудия корабля, это же люди глохнут от этого, а это происходит постоянно. Это Америка, Соединенные Штаты Америки, Франция, Наполеон подвешен во дворце инвалидов, его гроф висит в воздухе. Ну, что это, разве не общепризнанные мировые практики, которые говорят о том, что это часть нашей цивилизации, это культура, мы должны к этому относиться абсолютно нормально, не искать какие-то псевдогерлыки в нашей голове. Что касается христианских устоев, я думаю, может быть, человек, который звонил, Олег, если я не путаю, может быть, с точки зрения какой-то православной веры, даже и здесь, хотя, что уж говорить мне, коммунисту, о православной вере, я абсолютный атеист, каким был и Владимир Ленин, даже здесь с этой позиции придраться нельзя. Потому что погребение, значит, с церковной точки зрения, что потенциально верующих может заботить, это погребление, значит, под землю, по-моему, если не ошибаюсь, ниже двух с половиной метров или двух метров. Мавзолей Владимира Владимировича даже этому способствует, как это, соответствует, хотя я думаю, что это уж в последнюю очередь, кто там об этом задумывался, но даже и здесь вот так уж получилось, что совпало. Поэтому говорить о том, что Ленина сегодня нужно захоронить, это бороться собственной историей. Я понимаю, что очень многим из представителей власти это не дает покоя, потому что Ленин символ того, что эти жулики и подонки неэффективны, да нельзя. И путем того, что средства массовой информации, самые совершенные и массовые средства пропаганды находятся в руках, многим людям удалось навязать эту абсолютно лишенную аргументации позицию. Да, у нас звонок еще. Да, Николай, у нас звонок, радиослушатели еще на линии. Давайте примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Я бы хотел у вашего гостя спросить. Ну вот до 17-го года в России была буржуазная строй, там царь был, да. Была революция буржуазная. Ну и остались бы в таком составе? Так нет же, Ленин сделал социалистическую революцию. И теперь вот через 70 лет лишним, значит, уже сделали эту... Снова Горбачев сделал привык к капитализму. При этом коммунисты море крови, реки крови оставили, и людей. Вот я хочу, чтобы... Я за справедливость, конечно, олигархов не люблю, чтобы люди жили более-менее нормально. Но пока они не покаются за жертвы, я им веры никакой нет. Почему вы не каетесь, коммунисты? Спасибо. Спасибо вам. Ну, во-первых, до революции при царе был феодализм. Уже Керенский и Временное правительство совершили в феврале 17-го года буржуазную революцию, как вы правильно сказали. В тот момент, когда в октябре происходила революция октябрьская, это же не какой-то там коммунист сказал, это общепризнанный факт, что власть валялась на земле. Она была просто настолько брошена. Действующий режим Временного правительства, он же был нежизнеспособный. Он довел страну до чудовищных экономических последствий. Люди голодали. Все деньги отправлялись на войну, которая России была не нужна. Вот эта мировая война, которую 99,9% наших зрителей не смогут назвать причину. Не в смысле там убили чиновника очередного. Нет. Зачем Россия туда вступила? Ну, какой был смысл? Какие экономические, ладно, экономические, политические она нанесла нам преимущество. Ради этого стоило обескровить, довести до голода и до чудовищных экономических последствий населения нашей страны. Ведь вы вспомните, когда, собственно, люди вышли на марш пустых кастрюль, женщины вышли, их порубали шашками, порубали. Это что за кровожаднейший режим-то был установлен тогда? И, собственно, большевики, которые увидели, что власть не способна это делать, она просто не в состоянии ни морально, ни теоретически, ни политически изменить эту ситуацию. Конечно, они были вынуждены взять эту ситуацию в свои руки. Революцию делают не оппозиции, не коммунисты, не какие-то политические силы. Ее делает власть. Она создает революционную ситуацию, ситуацию нетерпимости. Притом такую ситуацию, которую граждане не могут вынести. И вот в этом случае возникают прогрессивные силы, ну как в данном случае, которые видят выход из этой ситуации. На мой взгляд, то, что коммунисты, большевики сделали, вы понимаете, это не имеет аналогов в мире. Я согласен, что были минусы. Я согласен, что были ошибки. Не ошибается тот, кто не работает. Тот, кто пытается оценивать историю Советского Союза и деятельность коммунистов по репрессиям, это все равно, что, я не знаю, судить о христианстве по инквизиции. Ну что вы не говорите, сколько людей сожгло? Надо что, церковь, что ли, теперь все позакрывать? Да ну, конечно же, что это за глупый подход? Вы меня извините, я не хочу никого обидеть. Я приверженец абсолютно четкой и понятной идеи. Я надеюсь, вы с ней согласитесь. Наша задача эти ошибки проанализировать и добиться того, чтобы они никогда не повторялись будущим. Если эти ошибки были, они будут признаны абсолютным большинством ученого сообщества, в целом граждан, которые, собственно, эту историю должны сохранить и нести, передать своим детям. Взять наряду с этим лучшее, то, что достойно того, чтобы это было воспроизведено заново и умножено в несколько раз. Ведь действительно, с точки зрения социальных гарантий, с точки зрения социальной справедливости, истинной справедливости перед трудящимися массами, это человечество не придумало пока ничего более эффективного. Да, Николай, у нас много. Не придумало ничего лучше. Поэтому, на мой взгляд, мы должны смотреть на картину объективно. Если вы говорите, пока коммунисты за что-то там не извинятся, то я не буду никому верить. Да вы же не коммунисты от этого проиграют. Это вы от этого проиграете. Это вам будет хуже жить. Это вас будут грабить. Это вам будут и всей другой стране нашей принимать законы, которые будут позволять нас с вами грабить еще более массово, еще более масштабно. А олигархам еще более эффективно иметь возможность набивать свои карманы. У нас много звонков и мало времени, к сожалению. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как позовет. Здавайте, пожалуйста, вопрос. Зачем Ленин ввел капитализм, который называется новая экономическая политика? НЭП, да. Ввел и Увер. Спасибо. Это реплика просто у вас, да? По всей видимости. Зачем? Да. Но прокомментируйте или... Давайте сразу другой звонок примем. Много радиослушателей. Да, много радиослушателей у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос от Яниса. Вот подискутировал бы, конечно, но время ограничено. Но вот как вы думаете, что вот сейчас вот придут коммунисты к власти и там завтрашний день все изменится? Вот смотрите, Россия, это примерно 150 миллионов населения. Это там с Крымом и Донбассом. Мировых ресурсов у вас 30% от всего мира. А олигархов там ну просто не счесть. И власть, деньги, олигархи, они всегда будут вместе. Придя коммунисты, я уверен, что ничего не поменяется. Так же самое, придут деньги, купят коммунистов. Ну, как бы, кто-то придет сильный в власти, придут сильными деньгами. Придет слабый в власти, опять же его сломают деньги. Ну, в наше время, капиталистический строй во всем мире ничего не поменяется. Анна, не отключайтесь, человек, если можно, уточняющий вопрос. Да, пожалуйста. Нельзя, да? Можно. А что, по-вашему, ничего делать не нужно? Янис. Янис, да. Почему нужно? Нужно, нужно делать. Но у меня нет на это ответа. Ну, вот как у вас вот в России, понимаете, я со стороны Латвии жива в Евросоюзе, я не буду говорить про нашу экономическую ситуацию, что у нас в стране происходит. Нас всего полтора миллиона с котами и кошками, я считаю, да, и бюджет нас там 8 миллиардов. Но у вас, но у вас это мировых ресурсов 30%. 30%. Вы что там, Саратовская область, да? Да. Я не ошибаюсь. Да, да. Это Балакова, да? Ну, это Балакова, город в Саратовской области, атомная станция. Да, город в Саратовской области. У меня родственники там по жене живут. Вот Машу и Медведя видели мультик? Да, конечно. Да? Вот там скорая помощь еще вот такая вот ездит, как в мультике Маша и Медведь. Понимаете? Это и в Саратове, не только Балакова. Да. Как так может получаться, что у вас опростой какой-то, не говоря, что олигарх, какой-то чиновник, полковник, кто там генерал, у него 9 ярдов дома лежит. Ну, вы представляете, это просто там, наверное, облепился деньгами, ему деньги не нужны, я вообще не понимаю, как он 9 ярдов... Обои клеят. Да, поменяй ты на алмазы и бриллианты эти деньги, бумажки, они, ну что тебе, вот это бумажка просто. Да, Янис, очень мало времени, задавайте вопрос, чтобы Николай успел ответить, поскольку у нас пару минусов. Я вот и хочу узнать, как вы можете поменять? Вот 150 миллионов мировые ресурсы, ну почему ничего не меняется? Да, спасибо, Николай, очень коротко по возможности. Янис, спасибо, это действительно вопрос очень важный, он заботит, на самом деле, ну просто, наверное, максимальное количество людей, а что, собственно, в принципе-то можно поменять, да? Начнем с того, что маленькое отступление. Вот поставьте себя на место власти, которая, собственно, этих олигархов плодит, которая в интересах этих олигархов работает. Ну каким образом ей сохранить свое господство, когда основная масса населения, ну им просто имеет совершенно другие цели и задачи, которые противоречат, да, позиции и линии, которые власть, собственно, продвигает, да? Как именно им отстоять вот это свое политическое господство? Ну, конечно же, врать. Им нужно врать по возможности по разным линиям, по разным направлениям, чтобы, ну, собственно, где-то дострельнет. И вот одна из линий лжи, которая, собственно, на протяжении последних десятков лет внедряется к нам с вами в сознание, так это то, что все одинаковые, то, что все воруют. Независимо, кто будет, значит, у власти, все в конечном итоге продадутся, лягут и будут, значит, теми же жуликами-коррупционерами, главная победа здесь, с точки зрения власти, которая пытается сохранить свое господство, это убить веру в людях. Вы должны никому не верить. И в этом случае, по принципу фараонов, разделяя власть, мы будем вами править. Вы же не сможете объединиться, если вы никого не верите. Придется начать. Потому что никому не верить мы пробовали, да, последние 20 с лишним лет. Ничего хорошего из этого не получается. Я сам, значит, когда-то в этих заблуждениях плутал, да, что все одинаковые, а потом понял, ну, что-то делать-то нужно. Теперь, что касается конкретно ответа, а как все это изменить и так далее. Вот рассмотрите психологию вот этих олигархов. Их не так много, как вы думаете, да, но в лучшем случае их 1%, 2% их обслуги. Относительно основной массы населения это маленькая песчинка, которая тонким слоем размазана по нашей стране. А по большому счету эти олигархи в стране не живут. Они живут там, где действительно, значит, их дома, виллы, бизнесы, банковские счета. Дети учатся, родители лечатся, и они сами. Поэтому посмотрите на их психологию. Что ими движет? Они всю жизнь воровали, они всю жизнь гребли под себя. Они просто опьянены от богатств, которые они смогли сосредоточить для себя и своих семей. Так вот, единственное, что ими движет, это как это сохранить. Как с этим убежать. Как заручиться временем, чтобы это потратить, успеть. Надо же для себя пожить. А то я там потел, воровал. Это тоже трудно, как мне кажется. Большое количество нервов и сил, наверное, на это нужно. Так вот, они этим всю жизнь заняты. Надо и для себя пожить. Они не будут готовы. А это не люди, которые за идею сражаются. Они не будут готовы за это умереть. У них и так богатство им бы их сохранить. И теперь, что нам можно будет сделать? Абсолютно не проводя никаких реформ, вот ничего не строя, никаких индустриализаций, модернизаций сфер экономики не производя, просто перенаправив финансы, которые идут в лапы олигархов, мы умножим бюджет кратно. И на эти деньги мы сможем на следующий день поднять людям пенсии кратно. Минимальный размер оплаты труда увеличить в несколько раз. А на основании этого и субсидии, и помощь детям, и все остальное, просто перенаправив десятки триллионов рублей из карманов олигархов. Ну вот маленький вам пример, вы с ним согласитесь. Вот вы представляете, ну ладно нефть, ладно газ. Но здесь как бы это у всех на слуху. Китай занимает первое место по поставке леса в Соединенные Штаты Америки. У них есть закон внутри страны, запрещающий вырубать деревья. Ну очевидно же, что это российский лес. Но почему нам просто не перекрыть этот край? Почему нам не ввести пожизненное заключение с конфискацией имущества для всех контрабандистов, которые будут вывозить, ну например, лес? Ведь это же преступление не против там какой-то отдельной республики или региона, это преступление против интересов государства. Ведь это же... Я затянул время, да? Да, но нам надо заканчивать. Нам уже пора заканчивать так. К сожалению, спасибо. К сожалению, но мы будем снова с вами связываться, и я думаю, что вы станете гостем на нашу программу. Ивана, спасибо вам большое, что пригласили, что дали возможность поучаствовать в интересной дискуссии. Успехов вам в развитии. Всего доброго. Много звонков у нас, к сожалению, не все успели принять. Николай Бондаренко, депутат, самый громкий депутат России, как он называет в интернете, был с нами на прямой связи из Саратовской области. Спасибо вам, всего доброго. До свидания. До свидания. Борис, спасибо.